Зима в этом году наступила внезапно для всех, не только для коммунальщиков. С ноября холод, метели, гололедица. Последнюю неделю на улице особенно скользко. Горожане потянулись в травмпункты с вывихами, переломами и ушибами. Дети – особые ценители зимы. Горки, катки, лыжи. Впереди минимум 4 месяца снежных приключений. Врачи детской областной клинической больницы уже принимают первых пациентов, для которых холодные игры закончились плохо. Меняется характер травм. То есть, если летом это укусы животных, могут быть открытые раны, то сейчас возрастает количество тяжелых переломов, которые сочетаются и с растяжением связочного аппарата, и тяжелые переломы рук и ног, отпадения, обморожения. То есть, это чаще всего дети, которые в длительный период времени находятся без присмотра на улице. Всего через детский травмпункт в областном центре ежедневно проходит около 270 человек. Из них 10-20 ребят с повреждениями зимнего характера. Лучше бы в школу ходил, чем в перелом ходить в гипсе. Первый раз? Нет, это был не первый. Ломал уже ключицу. А вот первая ласточка зимнего спорта прилетела из вичуги с переломом голени. Осколки кости скрепляли с помощью специальных фиксаторов. Операция прошла успешно. Я пошла вечером на каток вместе с коньками. Я дошла до катка, одела их, все, и зашла на самый лед. Все было хорошо, просто замечательно. Пока я сама вот не оттолкнулась и поехала. Но потом я вот с меня с конька расстегнулся ремешок. И я прямо вот сделала на такой как бы надрез и упала на эту ногу. И таких историй врачи услышат за зиму еще сотни. Впрочем, настоящая опасность всегда кроется в безобидных и забавных на первый взгляд вещах. За прошлую зиму десятки детей пострадали при катании на ватрушках. Травмы самые страшные, вплоть до разрывов внутренних органов. Горки с каждым годом становятся все выше, выше, все опаснее, опаснее. Тюбинг очень часто приводит, неправильный тюбинг, нарушение правил безопасности катания на тюбинге приводит к сложным спинальным травмам у детей, которые довольно-таки длительное время лечатся в нашем отделении травматологии и ортопедии. Но самая большая головная боль врачей детской больницы еще впереди. Зачастую новогодние праздники для тех, кто их так сильно ждет, оборачиваются трагедией. И виной тому пиротехника в детских руках. Это самая больная тема для нас. В прошлом году в отделение травматологии и ортопедии поступил ребенок с травматической ампутацией практически всех пальцев кисти, у которого взорвалась петарда в руках. Обязательно соблюдать все правила безопасности при запуске петардов. А еще лучше не допускать детей к пиротехническим изделиям. Чтобы единственным отпечатком зимы был свежий румянец, а на память о ней остались хорошие воспоминания, а не рентгеновские снимки, поговорить со своими детьми родителям нужно уже сегодня. Например, капюшоны зимних курток уменьшают обзор. А значит, прежде чем перейти дорогу, нужно как следует посмотреть по сторонам. Одежда должна соответствовать погоде. Обувь не тесная, с рифленой подошвой на низком каблуке. При каждом выходе на улицу обязательно надевать шапку и варежки. А если на дорогах скользко, значит в школу нужно выйти раньше обычного. Казалось бы, все просто как дважды два, но это действительно важно. В 90% случаев дети попадают в больницу по недосмотру родителей.